Наблюдаю у ухажера систематический газлайзер. Он меня убеждает в том, что он чего-то не говорит. Зачем ты с ним общаешься? Я хотела уточнить себя как-то лечиться с этим, как-то работать. А ты умеешь? Нет. Планируешь научиться? Нет. Какой смысл твоего вопроса? Ну, вы говорите, есть доброкачественные агьюз, не агьюз, а токсичные люди, а есть злокачественные. Вот именно это. Ну, ты можешь этому противостоять? Как ты выстроишь границу с абьюзером? Ну, я пыталась... Человек, который, ну, тебе искажает твою реальность. Говорит о том, что... Ну, не помогай. Что ждем? Ничего. Вот и поговорили. Ты знаешь, ответ. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Такие вообще удивительные. Какая разница? Наркоман он, алкаш, газлатер, насильник. Мне очень интересно, что у него в голове. Прямо у нас кружок юных психологов, которые прямо решили жизнь потратить на поразбирание вот этих как бы сумасшедших отклонений какие-то. Какая тебе хер разница? С тобой человек так поступает. Ты сказала нельзя, ты... Перестань с ним общаться. Какие-то твои вторичные выгоды. А вот задай себе вопросы. Потому что если человек находится в отношениях, которые для всех очевидно странные, но он продолжает там находиться, там есть вторичные выгоды. Там есть вторичные выгоды. Он тебя ловит на улице? Ухажер звонит тебе. Как тебя зовут? Алла. Аллочка, мы сегодня где-то встретимся. А ты говоришь, пошел нахер, газлатер хера. Я с тобой не хочу общаться. Вот это называется нет отношений. Ну ты же идешь туда в надежде, что скоро все улучшится. Потому что рядом с тобой, о богиня, даже любое говно трансформируется. Вот и вторичные выгоды. Завышать свои навыки психологические, божественные, это тоже, блин, интересы. Как бы странно ни звучало, даже в той странной ситуации, что мы с вами говорили, там есть какие-то вторичные выгоды у девушки. Кто разберется с ними, не знаю. Специалист должен разобраться. Идите, открывайте сердце, рассказывайте. Может быть, там через час сообщение скажешь, вот, бля, а это, а я-то думаю, какого же хера я это делаю. Возможно, какие-то проблемы в детстве, какие-то комплексы, какие-то там с родителями, там какие-то проблемы. Возможно, тебе родители. Там неизвестно, но там есть какая-то история. Есть. Если моего ребенка кто-то будет обижать, а если это, не дай бог, делать будут родственники, это только отяготит их вину. Я скажу, не, ну что, это же и дядя. Ну, это дядя, ну что, насрал ему, блин, в тарелку. Ничего страшного. Слушайте о солнце. Кстати, если, например, вот есть муж и жена, муж вел себя недостойно, жена от него дистанцировалась. А в вашей лекции «Шесть этапов выхода из разрушающих отношений», да, вот начинается, и люди начинают проходить вот эти этапы. Шесть этапов выхода. Вы там говорите о том, что разводиться нужно, минимум, через год. Вот здесь речь идет только о том, чтобы психика спокойно прошла все этапы, или здесь есть что-то еще? Ну, если вы через год, если вы пройдете этапы, через год вы, возможно, как вариант, шансы есть, что вы этот развод проведете более цивилизованно. То есть, без каких-то подсиживаний, отжиманий, да, там, без пиления напополам ребенка. То есть, чтобы сам развод, достаточно стрессовое мероприятие, не стало дополнительным поводом выяснения обстоятельств. То есть, если хотя бы один выйдет из этих отношений здраво, то развод пройдет значительно легче. Если разводятся два невротика, да, ну, то так. Так себе. Опять же, это при условии, что, ну, ведутся люди оба на это. Возможно, ты, ну, ты наслышалась лекции и понимаешь, что в идеале лучше развестись через год, когда все подутихнет. Но, допустим, мужчина, он так, он говорит, ну, ни хера я буду ждать. Чего это я должен быть с тобой в отношениях? Нахер оно мне надо? Я вот хочу купить себе мопед. Ну, тем более. Не хочет разводиться? Ну, отлично, живите отдельно годико, разбирайтесь, выходите из отношений. Через год либо все поуспокоиться спокойно разведетесь, либо научитесь и попробуйте начать строить другие отношения. Потому что вот этот вариант, мы в аффекте развелись, год пожили отдельно, успокоились, съехались опять. Я знаю человека, он четыре раза женился на одной и той же женщине. Ну, так себе история вообще. И не надо говорить, он очень постоянный. Ну, не постоянный, он просто понимает, что он настолько неуспешный, что больше точно ни на ком жениться не сможет. Кроме четвертый раз вступать в то говнище, в которое он вступил. Почему он возвращается постоянно к этому? Откуда же я знаю? А основа же не сможет. Любовь, конечно. И никто не верит. Но это мы, когда все вместе не верим, а когда в одиночестве верим. Он понял. Он понял. Я сейчас не про себя. И даже не было никакого сомнения, что как это о вас такое. Нет, нет, нет. Это о каких-то других людях. В замкадье, так сказать. Да. Какой промежуток времени допускается на мужчине для того, чтобы наводить якобы финансовые трудности? Да. А не надо с ним жить в этот момент. Ну и отлично. Пусть налаживает сколько. Ну как случилось вот это? Дорогая, мне нужно время, чтобы наладить. Кризис. Да, кризис. Мне 50 лет. Я 50 лет прожил в этом мире. Каждый год это кризис. Каждый год. Просто следующий год, ты понимаешь, что предыдущие, это были жирные года. Вот и все. Поэтому если мужчина говорит, мне нужно время, чтобы что-то наладить, умная женщина говорит, да конечно. Возьми это время. Сколько? Тебе надо времени. Сам назначь. Я спрашиваю конкретно дату, сколько. Промежуток времени, потому что время, я не хочу. Ну и что он тебе говорит? Время. Ну подожди еще немного, а я ждать. Сколько? Ну год. Ну ты готова ждать? И еще, это уже не первый год, да? Ну. А где ты его ждешь, мне интересно? В России. Ну я понял, что не в Узбекистане. По-конкретнее, вы живете вместе или что? Мы в разных странах. Ну вот это бесконечно, да, жить планируешь? Сначала из-за ковида, потом... Из-за ковида. Я потому что не... Ну понятно, два года ковида, потом после ковида, потом война, потом после военной эти ситуации. Я же сказала свою позицию, что в твою страну я не поеду жить. Ну а что ты меня сейчас спрашиваешь? У тебя есть здесь ухажеры? В нашей стране в 150 миллионные. Или ждешь, когда вот этот импортный чепушила, блин, прямо подрастет. Ну не поедет и не поедет. Кто за кем ухаживает вообще? Ну вот я вижу, как все равно. Поэтому срочно сегодня найти себе нового ухажера. Конкуренция рожает. Когда он живет там где-то, не спеша строит свой бизнес и тому подобное, а знает, что на его женщину есть спрос, а, конечно, она там сидит уже четвертый год, ждет. Скоро приедет мой павлик. Решит вопросы. Ну вот представь, вот допустим, женщины вообще в этом вопросе тупят, но мужчина очень хорошо понимает. Очень. А вот колоритный мужчина сидит, давайте я с ним это обсужу. Вот, допустим, этот колоритный мужчина решил купить себе автомобиль. Вот купит тебе автомобиль. Прямо вот зашел в какой-то салон и прямо очумел. Такой классный автомобиль. Ну я не знаю, пусть будет Панамера. Хороший. Хорошая Панамера. И не просто такая, правда, гран-туризма такая красивая-красивая. И он смотрит на нее, она такая классная. Всего 20 лямов стоит. Всего 20. И он такой, кто тут главный? Ну, выходит человек с бедиком, он говорит, придержите, пожалуйста. Сейчас я быстренько решу свои вопросы. И у него спросит, как долго придержать? Он говорит, ну год-два, как бы, такая ситуация. Я вот сейчас вот планирую, как бы, решить себе вопросы. Теперь вопрос. Теперь вопрос. Представьте, что в этом салоне ему пообещали, скажет, ну год-два нормально. Что мы можем предположить? Что их никто не берет, не покупает, и это нахер никому не нужная вещара. А если это ценная вещь, он говорит, извините, у нас, ну, все расписано на год вперед. Поэтому надо определиться. Ты Панамера, гран-туризма, или, ну, ручная дрезина. Ты меня услышала? Получается, ухаженный должен знать, что он у меня не оденет. Он должен не знать, он должен это подозревать. Поэтому мужчина, который ухаживает за женщиной, он должен понимать, что такие красавицы, такие богини вдоль дороги в канавах не валяются. А если он такой подходит и говорит, так, короче, я на тебя обратил внимание, разогнать нахер всех, телефон, короче, на осмотр, все, теперь ты будешь только у меня сосать, все. Если вдруг я увижу, что кто-то на тебя просто, все, короче, я буду за тобой ухаживать в чистом поле, конкурировать ни с кем не собираюсь. Так, по ранжу одела и ходишь, потому что я тут не зашел герой. Если тебе нужно говорить, я еще кому-то нужна, я тоже ценная, ну, это так себе история. Знаете, когда говорят, у нас завтра заберут уже, уже завтра заберут, сделайте предоплату, а то заберут. Приходишь на следующий день, у нас сегодня не забрали, но завтра опять заберут. Это очень тяжело имитировать. Поэтому вот это, если не ты, то я одна не останусь, ну, это фраза лузера. Об этом не надо говорить, человек должен это понимать. Что он спрашивает? Что, прямо как он говорит? Еще раз скажи, я не услышал. То есть ты считаешь, что вот я до встречи с тобой вообще не выходила из дома? То есть меня никто не может пригласить? А кто он тебе? Так и спроси, в качестве кого спрашиваешь? Что за монополия? То есть в какой момент? Покажи бумагу. То есть где тебе выписали, что ты, ну, эксклюзив? Вы смеетесь, потому что у вас в голове этого нет даже. Потому что вы такие, ну, а чего человек на меня обратил внимание? Я же не какая-то шлюха. Пойду с кем-то гулять. А ты скажешь, да я и с тобой-то не гуляю. Понятно, если ты с ним спишь, тогда очевидно, он тогда расстроится. Я, конечно, с тобой сплю, но знай. Я в качестве тонуса подсасываю у соседа, да. Ну, это, конечно, другая история. Я донес мысль? Извини, что смутил, прям увидел. Так, друзья, что мы еще не обсудили? Давайте микрофончик. Ну, пока все в рамках сказанного, да? 20 лет, это два взрослых ребенка на сегодняшний день. Три года назад, то есть из этих отношений, когда я отняла, что та семья, в которой я живу, ну, вернее, мужчина, тот, с которым я живу, меня в каких-то моментах не устраивает, естественно, я начала уже что-то искать другое. Что? Ну, другого мужчину. Ты, будучи замужем, начала искать другого мужчину? Будучи замужем, да. Мы появились в смысле, что мужчина на каком-то... Ну, хорошо, допустим, так. Не будем сейчас торопить события, послушаем. Дело в том, что я и проживала в Средней Азии, в Ташкенте, я родилась и переняла модель семейных отношений, ну, вот, азиатских, да, спринят. Мужчина, это глава семьи, он имеет стержень, он сильный, за непосредные слова и так далее. Как интересно это связано, что, будучи замужем, ты начала... Это какая-то... Я бы, конечно, хотел, чтобы мы перенимали все вкупе, а не только вот этот кусочек, да. То есть, обязанности мужчины азиатского такого, чтобы такой был азиатский мужчина, и женщина должна быть, соответственно, азиатская, а не так, вот, что-то он как-то это самое, где тут еще есть варианты, да. Ну, 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 речь не о тебе, я просто рефлекснул. Ну, ну. Я это к чему? К тому, что я отучилась, я начинала работать, муж меня сажал дома с детьми, то есть, таким образом, у меня прерывистый стаж, у меня, ну, маленький стаж работы, и так далее, и так далее. Вот, ему было удобно и комфортно, что я сижу дома, сам работал в другом городе и появлялся только по выходным. Это, что касается мужа. И когда я эти отношения закончила, я закончила их, уходя в другом мужчине. То есть, в теплые руки, абьюзера. Я вот так. Ну, пока все справедливо. Ну. Что там дальше? В 3 месяца я с ним прожила, я понимаю, что как-то там такой темный... Вдруг оказалось, что муж не такой говняха, как было, да? Ну, ну. Я вернулась, но я вернулась мне не то, чтобы к мужу, я вернулась в квартиру с детьми, и началась эта компания, мы там прожили. А муж где в это время был? Муж уехал к родителям, лежал там. И так же появлялся... Ну да, ближе к телу, а то интересно, но тем не менее. В чем вопрос? Да, дело в том, что я через 3 месяца проживаю с другими мужчинами, я понимаю, что как бы это не мое, и я уезжаю. И потом вот у меня вот это вот время, год целый, да, потому что у меня расстояние, но он меня поддерживает, он мне объясняет всю ситуацию, почему он так себя повел, почему он меня обновил, там, то есть, ну, как бы, много каких-то моментов складывалось, от чего я и, в принципе, уехала. И вот за этот год у меня... У вас есть 10 секунд еще? Вернул меня обратно. Вернул прямо, ну, вернул. Да, вернул, обожаю, вернул. Такая, просыпайся, ой, уже здесь, ой. Ну, хорошо. То есть, не ты вернулась? Я вернулась. Ага, а он вернул, не ты вернулась. Поверила, давай, дай мне шанс. Поверила, да. Вернул, что ты здесь. Как это мило, да, 3 месяца прожить с другим мужиком и дать шанс бывшему мужу. Вы развелись хоть с ним? С мужем? Да. Через год. Через год, ну, давай дальше, что там еще у нас? И вопрос в том, что я нахожусь, ну, как бы, вторичная моя выгода, что в первых отношениях это все-таки финансово. Я завешу от этих мужчин, что в первом случае, что в втором случае. И не так просто уйти от такого человека. А я и не настаиваю, это ж... И в чем вопрос? Потому что еще секунда, я тебя просто отправлюсь к психологу. Какие варианты вообще от решения таких вот проблем? Каких? Ну, говорят, уйди. Куда уйти? На что уйти? То есть вот... Так всегда, а если бы ты работала, что думаешь, а так легко все было бы? Стаж же был непрерывный. Прямо, ну, с непрерывным стажем там, что, какие проблемы? Кыш, муж, кыш, дети там, ага, это без проблем. В чем вопрос? Как у тебя от мужа, если у тебя нет работы? Найди работу. Нет, ты уже из этих обрезинов нашел. Ну, так если ты выводы-то не делаешь. Ты же как гусеница перелазишь с одной ветки на другую. Ну, перелазь. Ты нашла одного мужика, чтобы он тебя содержал, потом полезла ко второму, чтобы он тебя содержал. Ты так это сказала. Ну, вот и твоя жизнь, ты так решила. А что ты от меня хочешь? Что я должен тебя подкинуть, чтобы ты не хотела содержаться от других мужчин? Ну, в чем-то где вопрос? К чему подготовиться? К финансовой независимости? Я не понимаю этого вопроса. Что ты от меня хочешь? Я понимаю, ты открыла сердце, тебе полегчало. Но мы тут не вдвоем. Люди жаждут сатисфакции. Давай так. Сейчас просто это раз и в другую тему перейдем. Потому что вопроса нет. Вопроса нет. Просто надо нормально строить отношения. Как это прекратить, найти в себе силы? Ну, ты же в себе их ищешь, эти силы. Ну, хорошо. А если завтра адские фашисты расстреляли твоего бывшего мужа и нынешнего любовника, что делать будешь? Вот это и делать. На что есть силы, то и будет. Следующий вопрос. Давай. У меня муж настоящий классный. У него есть одна маленькая. Ну, конечно. Мы его все. Ужасный интроверт. Для него общение с людьми это страдание. То есть при этом своих родственников он всех безумно любит. Он покупает квартиру родителям. Он по будильнику перечисляет каждый месяц им денежку. Оплачивает учебу племянников. Но общение личное для него это прямо страдание. Ну, он так общается. Да, он их так любит. И вот проблема с моими родителями, которые моего любимого мужа заставляют страдать своими приездами, общением. То есть они прямо на него дают. Нам не нужны подарки. Нам не нужно, чтобы от нас откупались. Мы хотим к вам на выходные приехать. Мы хотим, чтобы вы к нам на шашлыки приехали. А вот у него это прямо мучение. Ну, поговори с родителями. Скажи, мам, пап, вы что? Хотите мое счастье переехать? Я вышел замуж за интерверта. Сидит в уголочке человек, деньги всем переселит. Ты что, охренела, мама? Со своим папой езди на это самое. А моего мужа не трогай. Не надо к нам приезжать. А вот они безусловно обижаются. Ах ты не приезжать. Что вы, родной? Мать не пустите чаю попить. Как? А почему мы только что с девушкой беседовали? Я для нее рассказывал, что если родственники ведут себя неправильно, это отягчающее обстоятельство, а не смягчающее. Ну, понятно, это логично только у той бабы, которая не рада. А у меня-то, конечно, все иначе. Ну, мне же мама, это же у нее твари какие-то родственники. Это же у тебя такие милые. Такие милые. Ну, это же твоя семья. Скажут, дорогие мамы и папы, у меня муж такой. Я когда выходила замуж, я вот выбрала вот этого тихого в берлоге. И в нашу берлогу не надо приезжать. Потому что он не такой. Если вы хотите, чтобы я приехал к вам на шашлыки, я приеду к вам на шашлыки. А к нам не надо приезжать! Не надо к нам приезжать! Потому что муж уже вступил в клуб охотников, купил ружье на кабана патронов. Пожалуйста, следующий вопрос, друзья. Вот тоже про глюз и про родительность детьми. Махни рукой, дед, это я... Ну, друзья, вы просто поймите, когда микрофон говорит он же говорит не из того места он же говорит из колонок где-то я вас не вижу, поэтому все-таки сигнал давайте публика, слава богу огромная аудитория поэтому слушаю тебя, мать спасибо, вот сейчас девушка 2-3 вопроса назад говорила про ребенка и про папу у меня была схожая ситуация задача мамы, если папа не может обеспечить безопасность этого ребенка если он любит папу и просит в свои годы не имеет нужный уровень осознанности, это решение должна принять мама, чтобы безопасность если она его не принимает она участвует в этом жестоком обращении вместе с папой только пассивно, такая ситуация была у меня я из-за этого, ну, теперь нахожусь в том числе здесь, да, и как бы слушаю лекции, у меня в семье из-за этого проблемы из-за того, что у меня вовремя не было выстроено все так, как надо ну, вот вопрос у меня в следующем на самом деле, это был как бы тезис, теперь вопрос у мужа полная семья, папа-мама, ну, папа умер в царственном месте в 15-м году у меня семья, папа с мамой взялись, мне было 5 сестра нашей семьи сонышко, очень много лишней информации да, и история в том, что я как бы из неполной семьи, он из полной, и его аргумент в том, что ты не знаешь, как надо, я-то знаю я рос в полной семье, а ты не росла в полной семье является ли его аргумент на 100% правильным, с учетом того, что может быть я не росла в полной семье я же могу знать, как, ну, я хочу сейчас построить ну, нам сложно сейчас определиться, что именно он таким аргументом ну, что значит в принципе ну, прикинь, если мы с тобой беседуем ну, извини меня, я метр восемьдесят один ты никогда была, не была такого роста поэтому я извиняюсь конечно, Оливье надо делать на Новый год ты меня услышал? ну, чего себе? мужик молодец аргумент такой, да ну, не знаю, вот у меня жена в армии не служила прикинь, я всегда говорю солнышко, ну, ты же не служила в армии ну, как ты можешь выбрать чешскую столешницу да, бывают ситуации когда есть какой-то опыт очевидно она говорит, давай вот сделаем так-то так я говорю, нет, солнце, так нет мы так не будем делать у меня есть опыт давай, доверься мне ну, когда по любому поводу это выкатывается я жил в полной семье поэтому что? ты детей воспитывать не можешь строить отношения не можешь ты можешь как свиноматка рожать и рожать и все, вот это ты можешь все остальное я буду решать ну, это достаточно оскорбительная история если у тебя такой большой опыт от полной семьи ну, во-первых, ты на мне женился ты знал, что я не из полной семьи нехер было на мне вообще жениться ну, если женился, ты принимаешь такое ну, я представляю себе я вот жене такое скажу ну, не, ну, понятно, у тебя же там ну, батя подкаблучник, поэтому ну, как, как так? как? это вообще не аргумент вообще не аргумент вообще-вообще так мы можем сейчас до маразма дойти он такой ну, и солнышко я русский, мы в России ты не все здесь понимаешь ты ж не русская ты ж у нас хохлушечка белорусечка или узбесочка или кто-то там еще поэтому слушай здесь все у нас тут принято да, канаву копают у нас русские бабы поэтому вперед все и педикюр зубами делать по четвергам давай задавай здравствуйте привет привет первый вопрос извините меня радует, что у нас еще одна лекция вот прямо так, знаете, пошло-пошло я прям думаю 10 минут осталось надо как-то а потом думаю, да че, паримся сейчас через часик после антракта придем и опять вырежем урок в этой дыре давай спасибо первый вопрос такой ненормальный я красивая? ну да, нормально, да, сойдет спасибо пожалуйста следующий момент ну ты только не спрашивай я умный, а не вот это я уже я уже подсказать не смогу а так да, да, все атрибуты вся сексуальная адаптация на лицо да спасибо большое, это ваше мнение очень важно мне 23 года я в детстве я требую себя для мужа солнышко, давай меня так не возбуждать давай вопрос ну пожалуйста, послушайте мне это у меня все в порядке с нормальными ценностями ничего кроме общения с ухажерами я не делаю вообще и как бы я против феминизма я хочу быть за мужчиной, за мужем но слушаю ваши лекции я уже давно и общаюсь я с мужчинами с ухажерами как вы советуете все вот прям чуть ли не цитирую но как-как происходит что ухажеры быстро сливаются узнают они о том, что в детстве не имею в детстве вы сливаются а ты прямо им рассказываешь что? нет меня зовут Катя я вешенец нет, это конечно не надо нет, 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 просто кажется у меня в голове написана серьезность на алгу написана серьезность я не знаю, хотя и безоконтные ну лето тебе тоже не 60, ну на чем с этого да ну успеешь еще куда ты отторопишь и вот это кстати актуалочка вот Костя вот где таких Константинов находить которые хотят ухаживать за девушками да вот где там у меня с вашими впечатлениями что просто не осталось мужчин которые хотят ухаживать за девушками не ну как начнем с того что что это впечатления такие конечно же есть но искать готовых не стоит я скажу больше и Костя тоже это так себе это он тут написал для красного словца а на самом деле все равно только обелина такая же как и все поэтому нужно прослушая лекцию называется где найти родственную душу и там мы и описываем вот эту всю историю о том что речь не в местах хотя конечно ну это тоже важно ну в каких местах ну где они собираются очевидно если ты на ипподроме собираешься ну там будут такие конященькие если там в пивбаре где-то ну там будут такие пивопузники такие если там с наркоманами где-то затусишь там тоже есть неженатые но там есть какие-то последствия поэтому нужно вот 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 входи на лекции ходи ходи на улице чтобы они были героями все равно они не берут номер телефона ничего ну ничего страшного ты просто очень сильно хочешь замуж вот прямо я прямо аж сюда флейды да вот не надо так сильно хотеть на так немножко лень забей расслабься и будь счастлива замуж это не сама цель будь счастливой сейчас конечно не надо стараться просто будь прибьется прибьется какое-то чунга-чанга прибьется второй вопрос пожалуйста на первой и второй встрече а то некоторые умудряются это задавать вопрос в интернете сколько было отношений или как давно были последние а тут двойной комбы и то и то и суть в том что вы говорили что тупые вопросы надо отвечать тупым ответом девятнадцать с половиной ну как да очень хорошие а когда были последние ул третьего дня а вот третьего дня мне очень нравится да когда это не очень ясно но третьего дня вот эти вопросы говорю никогда ты получается там да вот безопытная ну получается говорю я и все вот так а ты один второй стороны нормально как же ты так живешь это вредно для здоровья что мне им отвечать и когда далеко мне их посылать ну куда пошлешь туда и пошлешь тут дело такое не надо отвечать ты же в поисках мне на них забить вообще то есть сразу какой-нибудь черный список да не забивай голову ты очень серьезно подошла к вопросу просто живи каждый второй это задает да ну прикинь у тебя есть каждый второй понимаешь просто живи расслабься наслаждайся ты в Москве живешь господи красота ну блин ну ты тула тула ну тут да тут конечно надо срочно выходить замуж дорогие друзья пока вопросик да я вынужден сообщить такую новость мы такие все таки несмотря на события на ситуации и тому подобное не можем отложить свою жизнь на потом и все таки решили все таки все таки решили проводить ретрит традиционный в Испании прикинь такая да 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 поэтому не поленитесь даже если вы не собираетесь ехать в Испанию зайдите к нам на на наши ресурсы там уже выложили красиво у нас там и сайт завелся и всякие ссылочки посмотрите как приличные люди могут это делать штука очень интересная крутая я лично планирую это сделать еще целых там два месяца или сколько мы ну такие вещи конечно лучше заранее но согласитесь заранее сейчас не тот год чтоб что-то делать заранее но время еще достаточно и можно при 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 присоединиться к нашему дружному коллективу что солнышко сложно спать на потолке одеяло спадает все сложно это не сложно нужно взять и сделать господи может у вас украинский паспорт если вы не знаете куда его пристроить такое тоже бывает а дело в том что сложно с визами ну не только вам и мне я же как-то решаю этот вопрос есть специально обученные люди которые могут помочь в этом вопросе что там делать визу может не надо делать испанскую делайте греческую и все а то хочу испанскую испанскую не дадим все не поеду кстати всем все пофиг сейчас все визы делают и даже не особо нужно потом даже в эту страну въезжать но если вы делаете французскую визу вы никак не въедете во Францию ну напрямую же не получится они забивают на это у меня услышали я тебя запомнил чтоб не было вот этого я не смогла сделать визу ты не хотела давайте да пожалуйста здравствуйте как следует у мужчин если там просто супруга часто сравнивают с тебя в негативном ключе с другими мужчинами например со своим отцом ну лучше это дело пресечь прям в первый раз что значит часто просто а вот мой папа скажи стоп стоп солнышко давай поставим точки на ды ты давай определись папа это очень хорошо но у меня был свой папа поэтому давай вот прямо с сегодняшнего дня ты меня не сравниваешь со своим папой а я тебя не сравниваю со своей учительницей английского языка которая ну потрясла меня миньетом в девятом классе я мысль донес вот приблизительно так то есть конечно иногда ну мы мы не воспитанные мы глупые и тому подобное сравнение с кем-то это всегда разрушительно то есть я вижу крепкий терпишь но я вижу в какую сторону ты уже начал двигаться поэтому надо прекратить это ну как-то найти момент найти слова и сказать солнышко вот как только ты меня с папой сравниваешь я вот такая ситуация если ты будешь делать так то так то возможно будет так то и так кстати ты всегда можешь вернуться к папе уже да ну вот так пожалуйста что у нас где кто когда да давайте сегодня почти мужской клуб смотрите мужчины класс слушаю вас вопрос такой вот мы уже с женой лет десять живем я тут недавно так сказать почувствовал себя мальчиком в плане решения вопросов я заметил что ну сначала думаешь что ты как бы впереди а на самом деле двигаешь супругом там нужно какие-то вопросы решать а ты ну как сказать привык что отвыкай да вот что просто молчать уже нельзя недопустимо я как мужчина должен за собой вести это появилось в отношении с родителями потому что либо либо там конфликт у нас возник и нужно в общем то себя управлять так честно и на уже не стоя на родителей как я привык там быть сыном там всем все делать добро там помогать а уже надо понимать что если так делать то уже это будет возникнуть это приводит к конфликт с женой и в общем то по отношениям да это навык надо иметь и здесь вот проблема в том что я это уже понимаю но надо как-то расти то есть я могу привык быть мальчиком вот так вот а нужно уже быть взрослым и это тянуть то есть сказать там что от меня хочешь благословение нам не будь мальчиком но мальчики нужны только мамочкам если как бы у тебя же есть инстинкт самосохранения если есть вперед дерзай либо станешь нормальным крутым мужиком либо ну скатишься в абсосы какие-то то есть женщинам не нужны нормальным женщинам нужны достойные мужчины поэтому в зависимости от того как ты это видишь тот тот рядом с тобой и будет ну наверное я спрошу какая-то методичка чтобы ну там какие-то курсы учат ну курсы там особо как бы у меня нету мужские клубы надо слушать по кругу заходишь в интернет забиваешь мужской клуб без соплей и все везде где они есть по кругу слушать там приходят мужики и по кругу мы там выдаем тестостерон обычно я там даже ну тут хоть женщины есть я так еще пытаюсь себя вести себя прилично а когда женщин нет я прямо так и говорю а что ты хотел это ж твой выбор ты выбирай твоя жизнь твоя жизнь вот наколки здесь набей моя жизнь мои правила только надо в голове где-то набить но это от тебя зависит от тебя зависит хочешь что-то делай не хочешь всем остальным всем остальным на эту жизнь на твою жизнь наплевать всем не мне конечно ну ты сарказм понял ну давай без сарказма ну тоже мне наплевать как и тебе на мою поэтому пришло время не быть мальчиком ну слава богу когда-то к кому-то это приходит у меня тоже пришло когда-то время не быть мальчиком я тоже жил-жил никого не трогал все было хорошо мама, папа черешня а потом бац и здесь птицы не поют деревья не растут в прямом смысле этого слова и так прямо вдохновило так вдохновило до сих пор успокоиться не могу подлечить надо это вдохновение но не всем так военком помогает как мне иногда чуть позже иногда жена выполняет функцию военкома я точно могу сказать она это делала сто процентов значительно мягче ну что давайте последний вопрос а то на этой радостной ноте не могу разойтись а то последний радостный хороший можно просто сказать какая хорошая погода и как хорошо что мы не так много говорили про абьюз давайте уважаемые да задавайте вопрос и здравствуйте а вопрос такой на самом деле не от меня вопрос а от девушки которая с ней всего задать давай допустим вот ты рассказываешь и и рассказываешь и ты сука термиан вот а здесь она сидит в ходе и радуется когда я говорю ну так а что что сравниваешь божидарство я ищу тут он мало говорит да да я согласен согласен ну потому что потому что ситуация другая потому что когда знаете закон публичных выступлений на самом деле на самом деле всего 10 процентов люди воспринимают что человек говорит еще 20 процентов человек воспринимает как говорят а 70 процентов кто говорит вот и все просто похер человеку то есть если человек понял что я хочу этого человека слушать он будет его слушать поэтому дело не в технологиях не в чем-то а именно в том что она не критикует она башку это понимает понимает пока что тут не соглашаться потому что она тебе другими словами не тебе а кому-то говорит хватит говорить умные вещи хватит использовать технологии донесения ты просто стань нормальным человеком и тебя будут слушать если завтра я разведусь и забью жену как бы украду деньги у сына и буду дальше вам что-то рассказывать что кто-то придет вот и все вся история извините это было не скромно но тем не менее что ждать скромность первый шаг забвению